Сегодня будет очень интересное видео, и на то есть по меньшей мере две причины. Во-первых, мы открываем новый формат видосиков, который будет называться «Гитара для чистого» и «Гитара для нечистого». Я постараюсь в рамках этого формата уложиться в 10 минут, но ничего не обещаю. И во-вторых, дело в том, что даже по меркам гитарного клуба у нас в гостях совершенно уникальный редчайший гость — гитара, которая находится в России всего лишь в двух, я еще раз подчеркну, в двух экземплярах на всю матушку Россию. Это гитара от компании Мэйтон, электрогитара BB 1200 JH, где JH означает «Джош Хоми». Джош Хоми — это вокалист и гитарист совершенно легендарной рок-группы Queens of the Stone Age. И это, как ни трудно догадаться, его именной инструмент. Но квинсами дело тут совершенно не ограничивается. Вообще, все вы знаете, наверное, компанию Мэйтон как производителя совершенно легендарных акустик, на которых играл весь рок-мир и Кит Ричардс, и Джимми Пейдж, и, конечно же, сегодня все знают маэстро Томми Мануэля, который бессменно играет исключительно на этих исторических инструментах. Фирма была образована еще в 1946 году Биллом Мэем, с тех пор продолжает развиваться. И где-то в конце 50-х они открыли также электрогитарное отделение. И в начале у них было много забавных инструментов. Это были и Мэйтон Фламинго, и Мэйтон Ибис. Но было такое время. Все экспериментировали, искали новые формы, и Мэйтон в том числе. И первым хитом компании Мэйтон стала модель BS-500, на которой, в частности, в 60-е годы играл Джордж Харрисон из легендарных битлов. Так и представьте, гитара для чистого. 63-й год, август. Концерт в Ливерпуле. И где-то у нас тут... Джордж Харрисон играл на этой гитаре в 63-м году. Есть много прикольных фото в интернете, где он с ней. Но этим дело не заканчивается. Разумеется, как и любая гитара компании Мэйтон, которая в первую очередь известна своими акустиками, она должна иметь потрясающий, теплый, акустический тембр. И это... И это первое, что поражает, это феноменальный совершенно отклик по дереву за резонанс от инструмента, от людей, которые знают, как делать акустические гитары. Потому что, во-первых, феноменальный подбор дерева. Здесь полный фарш. Во-первых, это дерево, которое называется Victorian Blackwood. Викторианское черное дерево. Зачем на самом деле скрывается черная австралийская акация? Дерево эндемичное для Австралии, которое не растет больше нигде. И которое имеет совершенно уникальный такой тембр со слегка провальной серединкой. Очень такая правильная, немножко джазовая гнусавость, но все же она сильно отличается от классических ES-ок, например, или Гибсона. У нее есть свой собственный клевый тембр. Плюс к этому тембру прибавляется еще центральный блок, который сделан, опять же, из эндемичного для Австралии куинслонского клёна. В итоге получает совершенно нестандартные комбинации, совершенно нестандартное звучание, которое потрясающе вписывается в блюз. Субтитры делал DimaTorzok Открытое, широкое, очень теплое, очень глубокое, и действительно не похоже ни на что еще. И еще здесь ни на что не похож гриф этой гитары. Он какой-то больше похож на гриф актугостического инструмента, что-то среднее между V-образным грифом и U-образным. Но тем не менее совершенно комфортный, очень удобный. Тонкий, но при этом нет ощущения того, что он какой-то не хватает его. В общем, чистое звучание этого инструмента. Вы немножко запомнили, привыкли к нему. Но весь прикол состоит в том, что эта гитара совершенно легко меняет характеры и полностью перевоплощается. И становится гитарой для нечистого. Но если вы хотите по-настоящему звучать нечисто, вам нужно для начала перестроиться на, по меньшей мере, один тон вниз. И тогда вы получаете уже... Она потрясающе себя ведет. На перегрузе. Но первое, что лично мне захотелось сделать, как только я взял ее в руки, это перестроиться еще немножко ниже. Такое ощущение, что эта гитара была создана для пониженных строев, потому что резонанс дерева в этом случае немножко как-то еще активизируется. В нем просыпаются какие-то дополнительные силы. И она превращается в просто какую-то неудержимую совершенно быка. Потому что она не теряет ничего. Она не теряет глубины, не теряет читаемости на жестких перегрузах и низких строях. Она остается идеально читаемой, не заводится. Как будто бы я и не играю на полуакустике вовсе. Ведь это на доле секунды полуакустика. Я не могу не только сыграть Queen's of the Stone Age. Я могу отпуститься еще ниже. Делать вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Согласитесь, это же просто какой-то... И причем практически нет никакого фона, нет никакого лишнего завода гитары. Ничто не уходит в свист, хотя на секундочку. Прямо сейчас у меня включен самый жесткий режим перегруза на комбике. И гейн выключен на максимум. Полностью на максимум. Все тут тоже открыто на максимум. Тем не менее... Я все же вернусь на секундочку чуть обратно. Тем не менее, все остается идеально читаемым. И ничего не заводится. То есть, что мы в итоге имеем? В итоге получается гитара, на которой можно играть чистый. Можно играть нечистый. Можно спокойно переплывать из одного музыкального моля в другой. Без всяких каких-либо ограничений. Ли с помощью парочки правильных педалей попадая в то в 63-й год в Битлз. То в каком году был выпущен этот альбом? Пантера 93-й? Позже? Простите, пожалуйста, фанаты Пантеры. Совершенно уникальный инструмент. Мейтен. Всего лишь менее 800 таких экземпляров построены на весь мир. И одна из них прямо сейчас находится в гитарном клубе. Мы искренне верим, что это не последняя. Тем не менее, полный эксклюзив. И их тут будет появляться нечасто. И немного. Поэтому у вас прямо сейчас есть возможность стать обладателем первой такой гитары в России. Это чего-то достоит. Потому что, опять же, это одна из тех гитар, чья коллекционная ценность будет значительно влиять на ее встоймость в будущем. И, конечно же, как и любая другая из наших гитар, она была заботливо доведена и подготовлена нашими мастерами. Все было отточено, все было подготовлено, чтобы наш российский климат не испугал этот инструмент. И, конечно же, вы можете всегда прийти к нам в гости сюда, в гитарный клуб, на территории дизайн-завода «Флакон», рядом с метро Дмитровская, и посмотреть ее лично, или же, где бы вы в России не находились, вы можете просто перейти по ссылке в описании, попасть на страницу нашего сайта и заказать ее онлайн. Расплатиться в наше время можно совершенно любым способом. Это и банковские переводы, и рассрочки. Все делается очень просто. И, в общем-то, превращает покупку даже вот такого премиум-класса, уникального коллекционного инструмента, в нечто вполне доступное. Так что переходите по ссылке, заходите на сайт, читайте про эту гитару, заказывайте, забегайте, конечно же, к нам в гости. И всего вам доброго!